Улица Громобой в Иванове одна из наиболее самобытных в архитектурном плане. Но и здесь не обошлось без вкрапления коммерческой реальности. Этот магазин между двумя памятниками архитектуры возник в начале 2000-х и теперь грозит в буквальном смысле вырасти в проблему. Собственник решил расширить свои владения, а точнее надстроить к магазинчику еще один этаж. Но сделать это нельзя, по крайней мере, в данной охранной зоне. На сегодняшний день в отношении земельного участка между домами 13 и 15, собственно, и под домами 13 и 15, это земельный участок, на который распространяется действие градостроительного регламента охранной зоны, утвержденной решением областполкома в 1990 году. Сегодня данная охранная зона является действующей и сегодня по режиму ни о каком строительстве и реконструкции речь не может идти. Застройщик решил за свой счет разработать новый проект охранных зон, в соответствии с которым его строение впишется в исторический ландшафт. Разработка проекта и проведение историко-культурной экспертизы обошлись предпринимателю недешево. Но позиция застройщика такова. Ради благого дела никаких денег не жалко. Необходимость этой реконструкции вызвана тем, чтобы привести в надлежащий вид, вживить в существующую историческую застройку тот объект, который уже имеется на сегодняшний день. Почему-то эстетика исторического центра не смущала застройщика, когда он решился возвести магазин прямо посреди действующей охранной зоны. Как это произошло тогда, более 10 лет назад, до сих пор остается загадкой и для местных жителей, и для департамента культуры. Мы поднимали документы по этому вопросу. Оказывается, в начале 2000-х переписка была с местной администрацией, когда начался процесс строительства. Департамент, в то время управления культурой, информировали администрацию о том, что идет нарушение закона, но в местной администрации мер не было приняты, и объект имел место. Имеющегося места объекту стало мало. И проведя необходимые экспертизы, застройщик решил организовать публичное слушание. Местных жителей пришло немного. Схемами будущего архитектурного шедевра они не впечатлились. Сейчас вот эти магазинчики, которые прилеплены друг к дружке, они хотя бы низкие. То есть они, конечно, портят вид двухэтажный. На самом деле это не настолько, как вам кажется, будет большое. То, что высота будущего здания достигает третьего этажа, как показано на схеме, это, по словам застройщиков, оптический обман. Площадь и реальную высоту постройки назвать они затруднились. Да и в целом ответов на вопросы местных жителей у докладчиков не было. Если брать громогой 15, то насколько мне изменяет память, это более 10 магазинов только подовольственных, даже больше, не считая маленьких. Какова необходимость? Проведены ли были маркетинговые какие-то обследования? Просчитана ли потребительская, купательская способность? Насколько эффективна будет целесообразность этого подовольственного магазина? Магазин существовал здесь не один год, как вам известно. И сейчас он расширяется не настолько много, чтобы проводить специальное маркетинговое исследование. Вопросы о возможном озеленении этого участка и увеличении транспортного потока к магазину, если он все же расширится, также остались без конкретных ответов. Будет разработана схема планировочной организации земельных участков с таким учетом, чтобы были организованы подъездные пути. То есть все это будет в будущем разработано. На сегодняшний момент мы стоим только в начале пути и просим предоставить землю для того, чтобы это все сделать. Предоставьте нам возможность, а там уж как получится. Примерно так звучит позиция застройщика. Ожидаемо, что местные жители, уже наученные горьким опытом других ивановских застроек, большинством голосов ответили, расширению магазина нет. Следующая реплика за администрацией города. Как только у нас по процедуре будет готов протокол публичных слушаний, подведены итоги публичных слушаний, они будут опубликованы в средствах массовой информации. Только после этого вопрос будет вынесен на комиссию по землепользованию и застройке, после чего будет приниматься комиссионное решение, предоставляем этот земельный участок, либо не предоставляем. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.